Добрый день! Что с этим можно сделать? Какие-то, может, советы педагогам, родителям, самим детям? Об этом мы сегодня поговорим с гостем студии. Это Светлана Митрякова, завуч, ну или заместитель директора по учебно-воспитательной работе средней школы номер 4 областного центра. Добрый день, Светлана. Добрый день. Скажите, Светлана, ну вот, на ваш взгляд, это приметы нынешнего времени или это было всегда? Я думаю, что это было всегда. Время проходит, всегда буллинг этот есть, меняются слова, да? То есть раньше было по-другому назвать, травли, сейчас буллинг и виды, естественно, меняются. То есть совсем по-другому. Раньше над одним смеялись, по-своему издевались, сейчас совсем другое. Причины другие. Ну и форму. Раньше могли действительно вербально наперемене, а сейчас в интернете. Да, конечно. Раньше, если, например, дети в классе смеялись над тем, что ребенок может быть полный, может быть в очках. Про брекеты я вообще уже не говорю, да? И это была причина уже прессинга ребенка в классе. То сейчас на это дети совершенно не обращают внимания. То есть стали более гуманные. В этом плане? В этом плане абсолютно. Вы знаете, на что обращают внимание? Бывает внешний вид. Вот чем плохо то, что в школах нет форм? То есть обязательно, да? Видно сразу социальный уровень ребенка. И из-за этого, если раньше были все дети в формах, мы ходили, мы были все одинаковые, ровненькие. Никто над этим никогда не смеялся. Сейчас уже могут выделить, которые дети более обеспеченные, могут начинать смеяться над теми, которые хуже одеты, скажем. У дешевых джинсов пришел, условно говоря. Да, да. И это будет уже причина. Уже причина. А может быть обратная причина, когда в школе, в классе, допустим, только один человек, у которого там папа услышал, он говорит, гендиректор, там кто угодно, соответственно. А остальные, ну, элементарные зависти начинают этого мажора, что называется, всячески прессовать. Ну, вот с таким я не встречалась. Из вам в вашем случае не было такого? В моем опыте такого не было. Обычно такие дети, наоборот, они лидерами в классе и уже подчиняют, скажем так, себе остальную часть класса. Много очень детей, которые оставляют нейтралитет, скажем так, да, на ситуацию никак не влияют. Тоже это очень плохо. Не вступают за мертвы. Не вступают ни туда, ни туда. Но потом какое-то время проходит, они уже смотрят куда лучше и занимают ту сторону, которую им больше нравится, наверное. Скажите, а вы вот как завуч, как учитель, вот на ваш взгляд, это зависит как-то от уровня учебного, образовательного учреждения, что это гимназия или рядовая школа, или вообще колледж, который сейчас называется колледж. Ну, по сути, это, значит, степень ПТУ, вот, ну, называющие своими именами, вот, это как зависит, на ваш взгляд, от этого? Ну, никак это не зависит, это везде распространено. Возможно, даже где-то в лице, где уровень образования считается, да, больше, лучше дают более обеспеченные дети, родители, там даже может быть большая часть, вот как раз детей, которые могут заниматься... Почему? Все хорошо у него дома, ты учишься в престижном учебном заведении, там, наверное, все более-менее... Они хотят проявить свои лидерские качества, и вот другого, они как бы не видят, вот, как они могут это сделать. Конечно, кто-то из детей, допустим, если занимается спортом, он может себя проявить там. Кто-то, допустим, в классе хорошо учится, он может здесь проявить. Если ребенок ни в спорте, ни в учебе никак не состоялся, но учится в этом заведении, да, он должен себя как-то проявить, потому что каждый себя как-то показал. И вот как раз буллинг является одним из средств себя сделать лидером в классе. Скажите, а на ваш взгляд, какую роль в этой ситуации сыграл интернет, соцсети, то есть возможность того, что теперь даже, знаете, можно сказать, даже не то, что интернет как таковой, а гаджеты. Потому что интернет был и 15 лет назад, ну, это же надо где-то камеру взять, снять, потом перегнать и так далее. А теперь камера у каждого в телефоне, и снять что-то и выложить в интернет, буквально считное движение. Вот на ваш взгляд, какую роль сыграл это? Вот это самое негативное, что есть на сегодняшний день, вот как раз для создания буллинга. Потому что дети снимают все, что видят. Особенно им очень нравится снимать то, что нельзя снимать, скажем, да. Какие-то падения, неуспехи, еще что-то. И это обязательно будет выкладываться в сеть интернет. Причем, чем видео будет жестче, да, скажем так. То есть, чем сильнее избили или заощрение, поиздевались. Да, да, да. Тем лайков он получит больше. Причем они абсолютно не обращают внимания на то, что они снимают. Им это неинтересно. На тот момент, когда он это делает, он думает о том, сколько просмотров у него будет. И вот как раз и получается, один из видов, кто же у нас буллинга, что вот издеваются над детьми и снимают это видео, распространяют его среди учащихся. Причем это расходится намного быстрее. Если раньше интернета у нас не было, не было никаких телефонов, то это словесно могло быть только в границах класса. Ну, школы, максимум. Ну, школы. И то, я так не думаю, классы именно, да. А с помощью средств связи у нас это распространяется мгновенно на город, а то и на полстраны. Каждая эту ситуацию уже знает. Скажите, ну, полицейские, я думаю, как раз радуются интернету, потому что это же надо. Раньше надо было опрашивать свидетелей и так далее. Было, не было. А тут вся доказательная база налицо. Им делается, что ничего не надо, только найти этих учеников. Я почему, на взгляд, учеников это, ну, ладно, какие-нибудь там второклассники, допустим, ну, дети совсем маленькие. Но уже иной раз вполне взрослые люди, 15-16-летние, почему они не думают, что они таким образом фактически пишут заявление в полицию? То есть, что их за это привлекут. Но они абсолютно над этим не задумываются. На тот момент, когда они снимают, их интересует только, что будет в дальнейшем. А о своих, то, что за свои действия они должны нести ответственность какую-то об этом... И понесут. И понесут, конечно, если их найдут. Вот все видно уже. Уже ни от неких не скажешь, а меня там не было. Вот ты есть, дорогой Вася. Абсолютно. Они об этом не думают. Причем уже много случаев показывают, в новостях, сколько случаев, что показывали именно съемку. После съемки нашли, кто это делал и несли ответственность. Комментарии полиции, что так и так, или прокуратура. Ну, почему-то совершенно об этом они действительно не задумываются. Скажите, в этой связи, а что могут сделать педагоги? Ведь не секрет, что, ну, к сожалению, вот эта наша, я не знаю, политкорректость, как назвать, права человека, если так это в данном случае можно назвать, проникли в школу в том плане, что все стали умные, поначитались, и ученик, может, и педагог рад бы остановить буллинг. Может, даже стал свидетелем, как кого-то бьют. Но он, может, применит какую-то физическую силу, ну, за шкирку схватит хулигана, а тот потом скажет, вы ко мне физического действия не имеете права. То есть, в этой связи, а что же остается делать учителям, когда все стали такие умные, че что о правах ребенка глаголят, когда не надо? Ну, школа должна заниматься воспитательной работой обязательно. То есть, нужно ребенка направить его энергию, вот эту негативную, в правильное русло, постараться, во всяком случае. У нас классные руководители этим как раз и занимаются. То есть, воспитательная работа никуда не делается, она в школе проводится, делается. Если что-то случилось, если учитель заметил, если уже факт свершился, да, обязательно нужно обратиться к психологу. Ну, это обязательно. Обязательно поставить в известность родителей, администрацию. То есть, должны все вместе помочь этому ребенку выйти из этой ситуации. Помочь даже не тому ребенку, которого избили. Да, унизили. Унизили. А тому, кто это даже начал делать. Может быть, ему тоже нужна помощь. Может, даже больше. Даже, может быть, больше. А что вы детям посоветуете, которые либо столкнулись, вот, может, нас смотрят, слушают, либо собираются кого-то отмутузить за школой, что называется? Я бы им посоветовала проявить себя совсем в другой области. То есть, направить свою энергию, у них очень много, видать, энергии, которую надо, в то русло, которое покажет их лидерство настоящее. Например, пойти в спорт какой-то, заняться спортом, занять какие-то места. Потому что вот этот буллинг, он непродолжительный. Он на сегодняшний день, он есть, этот факт, завтра его нет. Его все забудут. И этого ребенка, лидера, тоже забудут. Его не будет. А вот какие-то его успехи, достижения где-то, это будут помнить всегда. Или, наоборот, факт привода в полицию. Да, конечно. И пусть они не забывают, что все это просматривается, что они всегда могут попасть, скажем, в поле зрения полиции и думать о том, что они выкладывают в сеть интернет. Обязательно об этом думать. А тому, кто стал жертвой, опять-таки. Ну, потому что как, может быть, мальчики, если, ну, не пацанский, что я побегу жаловаться, ну, побили меня там, ну, что же, я же... Вот это вообще проблема. Ну, дети должны говорить обязательно, должны сказать о своей проблеме. Они сами это не решат. Тому, вот кому они доверяют больше всех на тот момент, в который случилось это, обязательно они должны обратиться, попросить помощи. Ну, как бы совместными, опять же, усилиями преодолеть это. Но сам ребенок, он не справится, как правило. Школьные психологи, институт школьных психологов в этом плане что-то может сделать? Психологи работают обязательно. Если обращаются дети, они работают, помогают. Ну, это хорошо, что ввели такой институт? Ну, конечно, обязательно. Психолог должен быть в школе, работать... Сейчас очень тяжело, родители у нас все погружены в работу. То есть помощь детям нужна психологическая, конечно. Ну, что же, наш фер подошел к концу. Мы сегодня говорили о проблеме буллинга среди подростков, юношей, молодежи, просто говоря. У нас в гостях была ЗАОЧ, средняя школа номер 4, властного центра, и Светлана Дмитриевна. У нас в гостях была ЗАОЧ, средняя школа номер 4, Светлана Митрякина. Ну, что же, послушайте, опытного педагога. Ну, и, конечно, лучше всего этим не заниматься, потому что всякое может быть. Может быть, вы даже хотели слегка потрепать одноклассника, а, знаете, неосторожное движение. В итоге это может быть даже уголовное дело со всеми вытекающими последствиями. Спасибо большое, Светлана. До новых встреч.